Всем привет! Это Таня Матань на канале позитивных идей. Сегодня вторая часть. Я буду рассказывать непосредственно уже про особенности покраски, дверей, краской. Я ее уже показывала в первом видео. Называется Carliance и это очень хорошие краски. Посмотрите пожалуйста первую часть. Первая часть это подготовка. Очень важно, потому что подготовка на самом деле к работе занимает больше времени, чем сама покраска. То есть вы можете потратить 2-3 часа до готовки и за 10 минут покрасить. Поэтому и первое видео оно большое и подробное. И это тоже будет с нюансами, с лайкхаками, с особенностями нанесения именно этой краски. Поехали! Последовательность нанесения краски. Я тоже смотрела, искала в каком порядке лучше начинать красить дверь. И такой вот пост увидела. Вот так вот сначала, вот так, потом вот так. Я немножко не согласна, потому что на практике все получается немножко по-другому. Первое. Когда я работала валиком, то получается, что мне хотелось сначала нанести поверхность вот на вот эту вот дверь. Но когда я начинала выравнивать и вот здесь вот скатывать, то в результате получалось, что я сюда накатывала лишнюю краску. Понимаете? Поэтому, когда я уже все двери, значит, прошла, я поняла, что мне лучше начинать вот с этих, если у вас такая же вот дверь, ну, как моя, да, то есть элементов, которые выступающие. Я их прокрасила. Вот здесь все щели прокрасила. Потом начинала работать валиком, скатала вот так вот все сюда, в эту сторону. И потом уже разравнивала вот эту поверхность. В таком порядке получалось лучше. Следующее. Вот основную рамку сделали, то лучше переходить, перекрашивать вот эту сторону. Почему? Потому что, когда вы откроете дверь, то дверь, она не имеет как бы основы, да. То есть, когда она у вас закрыта и вы красите, у вас все хорошо. Вы ее закрыли и можете она как бы имеет упор. Когда вы ее открываете и начинаете красить в эту сторону, то из-за того, что та сторона у вас крашенная, вы не можете, у меня здесь стена, я не могу ее прижать, я ее придерживаю. Видите? И что я делаю? Вот это вот хватательное движение. И вот, если вы вот эту вот часть делаете, подождите, чтобы она вот высохла хорошо. То есть, она должна быть одна из первых. То есть, я сначала вот эту покрасила, основную часть, потом вот эту. Вот здесь, вот так. И потом низ. Докрашивала низ. Так у меня получилось лучше. Низ тоже в том же порядке. Сначала выступающие части, потом центральную. И получилось, когда я уже перешла на ту сторону, то вот эта сторона уже была практически высохшая. Согнута краска быстро. И мне уже легче было наносить на ту сторону, потому что я, конечно, я и за ручку убралась. Но все равно невольно, вы знаете, вот это вот хватаешь. Дальше. Когда у меня была дверь закрыта, то есть, вот я работала валиком. Вот дверь закрыта. И я начинаю вот так вот наносить краску. Все, все вот это делаю дальше. И спокойненько. Но дело в том, что я валиком, да, вот так делая вот это вот движение, нагнала краску вот сюда, вот на этот стыд. И здесь получается вот такая вот полоска. Вот если ее сразу, то есть, когда вы вот нанесли, не закрасить и не разровнять, то она получается такой вот полоской, которая мешает. Она потом, в результате, я, когда у меня уже высохла, я смотрю вот эта полоска, я в результате ее была вынуждена срезать первый раз, когда я не поняла, что вот это вот очень важно. Поэтому, чтобы не срезать вот здесь вот этот вот накат краски, покрасили вот эту, открыли и сразу закатайте вот эту часть. То же самое, когда вы будете здесь работать, у вас накатается сюда краска, откройте и сразу расправляйте вот эти вот шовчики, чтобы у вас вот это вот, вот это место, а оно, извините, когда вы откроете, вы всегда его будете видеть, да. То есть, оно тогда будет в идеальном, хорошем состоянии. Но если что, то хорошо, что у меня был для обоев вот этот вот ножичек. Я его так аккуратно, срезала, но никаких вроде не принесла неприятностей. Дальше. Из-за того, что вот валиком вы работаете, у меня были несколько, ну, аварий. То есть, я работаю валиком и металлической частью, ну, немножко мне под тем углом я взяла, потому что рекомендация там, да, хорошо, когда под правильным углом, но идеально вы все равно под правильным углом держать не будете. И получается, что я валиком скорябывала вот эту часть. То есть, я все вырвнула, все вырвнула, делала какое-то небольшое движение и скребнула. И у меня получается такой скол. Что в этом случае делать? Нужно брать краску, макать кисточкой и вот такими вот движениями, вот так, да, промачивать, а потом проходить валиком. Тогда все разровняется. Вот такие вот у меня были проблемы. Я вам даю подсказочки, чтобы у вас таких проблем не было. Конечно же, я надеюсь, что мои подсказочки помогут вам выбраться из этих вот не таких мелких нюансов, которые в результате, ну, вот, дают красоту общую, да. Причем, кроме вас, никто эти недостатки видеть не будет, но вам эти мелочи, они будут мозолить все время глаза. И еще одна проблема у меня была, что я задевала. Хорошо, что у меня с той стороны моющие были обои. Я поэтому вот такой вот с щеточкой абразивной все это убрала, помыла просто губкой и все. С обоев я тоже смывала. Вот у меня вот не эти, а в спальне были обои. Там тоже я смывала. И, в принципе, краска, пока она не схватилась, она хорошо смывается. С плитки я тоже убирала. И даже где-то мне пришлось ножичком походить, потому что вот где-то я все-таки задевала. Но, тем не менее, не так страшно, потому что я очень боялась, что эта краска быстро высыхает и быстро схватывается. И она же ложится на любую поверхность, вы понимаете? То есть на любая поверхность. Чуть-чуть, я думала, все, катастрофа нет. Пока краска не высохла, нужно все убирать. Из-за этого, кстати говоря, я убирала сразу, ну сразу, как только закончила, сразу делала уборку, чтобы ничего нигде потом не впиталось, потому что краска очень сильная. И следующий момент – это скотч, малярный скотч. Так вот, малярный скотч, как только вы закончили работу, сразу его лучше снимайте. С чем это связано? С тем, что малярный скотч, иногда вы его наклеите так, что вы заклеите то, что вам нужно подкрасить, и вы в результате успеете подправить. Все аккуратненько, чтобы ровненько, а не было, иначе, когда оно высохнет, вы начнете подкрашивать. Ну, то есть вы не выровняете нормальную поверхность. И второй скотч, он со временем начинает твердеть. И потом его проблем надо дирать. Я, на самом деле, попортила немножко скотчем, шкаф когда делала. Но все-таки я там все это исправила в результате, все это хорошо у меня вышло. Я подкорректировала, но скотч убирайте сразу после того, как покрасили. Не ждите, что высохнет там дверь и так далее. Нет, она высыхает очень быстро, и поэтому сразу убрали скотч, и видите весь полный результат. И где вам что нужно подправить, и скотч вам не навредит. Какой же валик купить? Я попробовала несколько видов валиков на вот этой краске. И выбор вида валика зависит от краски, от поверхности, на которую вы наносите. То есть много факторов. Так как эта краска новая, я нигде не видела рекомендации, о каким валиком пользоваться. Поэтому я на разных дверях потестировала разные валики. Вот такой вот поролоновый валик, он мне не понравился. На этой фактуре он очень много впитывает и забирает все краски. И оставляет такие вот, знаете, пупырчатость. Я попробовала им первый слой и второй слой накладывать. То есть по-разному с ним работало. После первого слоя, если я не заметила, например, что я им нанесла и не разгладила достаточно, и оставила вот это пупырчатое место, то потом вторым слоем оно не убирается. Краска очень фактурна. То есть она, вот как вы ее нанесли, в той фактуре она и застынет. И на следующий день вы ее, вот если вторым слоем накладываете, вы ее никак не замажете. Вот она, зараза. Дальше. Про грунтовку отдельно. С грунтовкой я тоже самое. Я сначала, потому что обычно я привыкла, я наносила грунтовку на дерево непосредственно. А это я, как уже говорила, у меня шпон дерева, и он уже был в покрытии. Так вот на дерево я привыкла наносить грунтовку, а бы как, знаете, так, а быстренько ее, тюк-тюк-тюк-тюк, она впиталась, все нормально. То здесь я наносила вот этой вот и выбрала тоже по совету, значит, профессионалов, видео, которых я смотрела, густую хорошую грунтовку. Сейчас я ее покажу. Кисточка смешанная. И один слой, то есть мне показалось, что я достаточно нормально нанесла, в краску начала наносить, вот эта пупырчатость осталась. И поэтому, нет, я такой валик не рекомендую. Я с ней боролась. В результате я прям сняла полностью этот слой второй и заново перекрашивала это место, представляете? То есть я не оставила, потому что мне нужна гладкая моя такая монотонная фактура. Покупайте сразу несколько валиков, и запасных в том числе, потому что если вы там что-то отвлекетесь, знаете, ну все, что угодно бывает, не успели замочить, все, валик засох. Пусть будет не такая дорогая затрата, поэтому несколько валиков покупайте, хотя я в результате промывала и одним пользовалась. Где-то в рекомендациях я услышала, что рекомендовали мокрым валиком, то есть обязательно намочить, а после этого работать. Так вот, что я про это скажу. Я специально перед этим не мочила, да, и тем более для этой краски. На следующий день у меня валики были недосохшие, то есть у меня так сложилось, что они у меня, я их замочила, помыла, они недосохшие. Так вот, красить влажным валиком хуже. Вот, я не знаю, может быть это к этой краске относится. Напишите в комментариях, красили ли вы когда-нибудь влажным валиком. Пока уйдет вода, поэтому мне нужно было очень долго сгонять, чтобы начать работу. Вот в этом случае с этой краской вот влажный валик не рекомендую. Для разных поверхностей, видите, у меня есть более узкие, более широкие места. Вот два размерчика я себе подобрала. И с ними работал вот этот 150 мм. Этот не помню сколько мм, но видите, это уже вы будете выбирать под свой размер. Вот он ровно и хорошо распределяет. В чём была моя, значит, ошибка? Дело в том, что эту краску рекомендуют наносить одним слоем. И они гордятся тем, что они разработали краску, которая не нуждается в грунте. И не нуждается в дополнительном втором покрытии. Но, посмотрите обязательно мои видео с тестированием. Я уже научен и опытом, что доверяй, но проверяй. Поэтому я всё проверяла, наносила с грунтом и без грунта, и разными валиками, и так, и смотрела как лучше. Вот эту дверь, конкретно напротив которой я стою, я наносила двумя слоями. Потом, когда я перекрасила все четыре двери, я поняла, в чём моя ошибка. Почему я сделала не так? Дело в том, что работая уже с другими красками, я уже привыкла, что два слоя. Что первое нанесёшь, и что-то не прокрашено, а второе уже всё выравнивает. В этой краске так это не работает. То есть нужно вот этого понимать. Если ты наносишь первый слой, то не нужно думать, что, а, ничего, я вторым слоем всё подмажу. Дверь у меня просохла, красила я её вчера. И сегодня смотрим первый слой, насколько хорошо он прокрасился. Вы видите вот так тень, чтобы не было видно, что есть небольшие непрокрасы, но в основном, вот издалека, смотрится вообще шикарно. И можно было бы так и оставить. Но у меня вот этот вот мой шкаф, он, понимаете, он полностью прокрашен. То есть у него стиль такой, хорошие прокраски. Поэтому я сейчас слегка буду проходить вторым слоем. Нет, второй слой ложится тоже достаточно толстый и жирно, а не так, как обычно в других красках. Вот. И получается, что вы начинаете вот эти прокраски делать, то выровнять её на самом деле вторым слоем намного сложнее, чем ровно положить хороший первый слой. И вот это была моя ошибка. Я со вторым слоем в результате очень долго его выравнивала. Потом, когда я перешла на четвёртую дверь, четвёртая дверь у меня получилась самая идеальная. Я поняла, как работать с валиком и с этой краской. То есть я раньше как один раз намочила и прошла. И хорошенечко, допустим, второй слой проходил. То здесь я второй раз смачивала и вижу, где у меня не прокрашены. И там я ещё, ещё, ещё. И я упорно первый слой доводила до идеального состояния. И эта дверь у меня получилась самая ровная, самая хорошая, без всяких дефектов. То есть нужно долго и упорно валиком разравнивать вот это вот. Ну не долго и упорно. То есть не один, два, знаете, вот как вы нанесли первый слой. А действительно вот выравнивать, выравнивать ровно-ровно. При этом это достаточно просто. Не приносит никаких усилий, потому что на валик вы даже не нажимаете. И ложится она просто прекрасно. Я пошла двумя же путями. Я сначала вот эту дверь двумя слоями проложила. И посмотрите, она у меня идеально ровная, всё отлично. И она у меня по фактуре, видите, то есть я как хотела вот эту вот матовую фактуру добиться, так я и добилась. Опять же, возвращаясь к напоминанию про видеопротестирование красок. Почему я эту краску всё-таки выбрала? Не только из-за того, что одним слоем. У неё такая глубина краски. Я, к сожалению, не могу вам её передать. Я вижу прекрасно на камере, что у меня теряется оттенок небольшой. То есть она не просто серая, у неё насыщенная серая и оттенок, который, вы знаете, под разным углом, он немножко играет. То есть у него есть полутона. И она смотрится как бы не дешёвой покрашенной эмалью, а красивой дверью, которая полноценно сделана. И никто даже не скажет, что она перекрашена, если вы её не видели. При этом я видела перекраской эмалью, перекраской меловыми красками. По ним видно, что они перекрашены, понимаете? То есть видно, что работал мастер. При этом меловые краски, из-за того, что они вот таким монотонным, монохронным способом не ложатся, то их, как правило, декорируют. То есть используют двухслойность. То есть один слой из-под другого выглядывает. Или ещё что-то. То есть меловая краска, она ложится тоненько и требует многослойности. Один-два слоя, иногда три слоя. И сверху ещё покрыть лаком, сверху воском. И ещё чем-то додекорировать требуется, понимаете? Когда вы работаете. То эти краски, это смесь, вот такая деликатная смесь эмали и меловых красок. Какое-то невероятное соединение. И они ложатся, как эмаль и как краска. По своей фактуре, они очень интересны, вот эти вот краски. То есть вы видите, их как из тюбика вот так вот выдавлю. То есть я для валика сначала использовала лоток. Потому что я привыкла так работать с валиком. Ты сюда наливаешь и как бы в неё макаешь и потом сгоняешь. Так вот, вот пользование таким лотком, как ни странно, это излишний вот прям расход краски. Потому что она вот по такой фактуре очень интересная. И я, когда другие двери красила, я уже лотком практически не пользовалась. Что я делала? Я либо на сам валик наносила тонким слоем и уже размазывала. То есть он не разносится, как эмаль. То есть я делала, например, нанесу на валик. Раз, два, три точки сделаю. То есть как бы сгоню эту краску и разгоняю по всей двери. И отлично она ложится. Либо я брала кисточку и разносила по валику. Либо я брала кисточку. Там те места, которые необходимо пройти кисточкой, я кисточкой проходила. Остатки на валик валиком накрашивала. Потому что она настолько экономно ложится, что ей не нужно вот это вот сгонять лишнее. Она не, понимаете, она не впитывается в валик как лишнее. У нее такое свойство, как отсутствие лишнести. Вот не знаю, как это сформулировать. Просто на других красках я никогда так не пользуюсь. Потому что эмаль, вы на валик если нанесли, он начинает подтекать. Дает подтеки, когда вы работаете с валиком. Эта краска подтеков не дает совсем. Вы ее наносите и она идеально укладывается. Вы понимаете, я такое идеальное в покрытии за свою жизнь. Сколько мне лет? Вам оставить в комментарии. Иногда вы меня спрашиваете. Так вот, мне 42 года. И я за свою жизнь перекрасила уже. Ну, представьте, сколько километров стен. Я никогда такой идеальности краски не видела. Я почему снимаю это видео? Потому что я хочу действительно достучаться. И чтобы вы поняли через мои эмоции разность того, что бывает. И что вот сейчас есть такие современные разработки. Химики, наконец, нашли краску, которая идеальна. Дальше. Эта краска вообще не пахнет. То есть, если меловая краска, про нее говорят, допустим, она не пахнет. Она пахнет мелом. Все равно она пахнет. Я не знаю, это пахнет. Ничем не пахнет. Вот бывает, когда нет запаха. То есть, есть шкала запахов. И когда вот ноль, это нет запахов. Нет запаха никакого. Никакого. У нее отличная основа. Ее можно использовать, если вы аллергик. В любой комнате. В детской, понимаете. Я сначала, когда тестировала, выбирала краски. У меня не было детей. Потому что я беспокоилась. Запахи будут. А потом я все покрасила. У меня дети были дома. Она быстро высыхает. Никаких проблем, что они не успели схватиться. И она не эта самая. Дальше. Когда вы красите дверь, про эту краску опять же, у вас будет несколько поверхностей. Первая поверхность, это сама дверь, из чего она сделана. Вторая поверхность, это петли. Потому что вот в моем случае петли были золотые. Вот представьте себе золотые петли к этому. Поэтому мне их пришлось перекрашивать. Я же не буду их менять. И чтобы они были в тон, либо их нужно было, чтобы они стали серебряными, либо перекрасить. И эта краска легла на петлю. Ручка была золотая. Мне либо ее было поменять. Возможно, я со временем ее поменяю. Я сейчас посмотрю. И если вы смотрите видео через год, напишите мне, держится еще краска на ручке? Ведь это же самое место, которое ты трогаешь. Вот у меня уже прошла неделя, ничего не произошло с этой ручкой. Вообще ничего. У меня ребенок в день несколько раз ее терзает. Никакой царапины, ничего. Все отлично держится. Следующая поверхность, которую вы выкрашиваете в двери, это прорезинки. То есть вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот. Вот эти уплотнители у дверей идут. И они идут по периметру всей двери. Я, когда готовилась к покраске, я узнавала возможность замены уплотнителей. Он у меня коричневый. Я думаю, вот я сейчас покрашу серую дверь. И вот этот коричневый уплотнитель-то у меня останется цвета, если его не перекрасить. Я узнавала ценность. Ну сколько будет там беженый какой-нибудь. Во-первых, это проблема. Он продается только бухтами. То есть он продается только, наверное, я так думаю, что основные покупатели – это производители дверей. А в частном случае, да, его вопрос можно выдернуть и вставить обратно. Но бухту-то вы же не купите, представляете? И вот эта вот мелочь, на самом деле, она определяет выбор краски. Почему? Потому что я сейчас покрасила вот эту вот резиновую, и краска на эту поверхность легла отлично. Вот в чем дело-то. То есть не только дверь-то, не только дерево там будет или поверхность. Вам нужна краска многофункциональная, которая ложится на разные поверхности. Следующая проблема, которая у меня возникла – это плинтус. Потому что у меня плинтус-то был подобран. И я, а он пластиковый, а на пластик почти ничего не ложится, плинтус я тоже перекрасила под цвет дыри. Еще немножко про подготовку. Нужно ли что-то снимать, шероховатость какую-то, да, если наждачкой там, да, подготовить. Вот в моем случае моя поверхность не нужна. Производитель рекомендует вообще тоже этого не делать. На любую поверхность она ложится. Но если она у меня уже, у меня она легла на металл хорошо. Это именно мной протестировано. Потому что у меня вот в коридоре у двери было коричневое обрамление, темное. Оно меня всегда бесило. Светлые двери, вот это вот обрамление. Я ее перекрасила, одним слоем отлично на металл легло. На пластик хорошо легло, то есть я плинтус перекрасила. Дальше вот, я не знаю, даже ручка это тоже металл тонкий, да, на нее. На металл фактически петли. На резину, на вот, я не знаю, как это назвать, поверхность. Она у меня не лаком покрыта была, дверь. Я даже не знаю, чем она была покрыта. То есть шпон, а сверху, да, чем покрывает шпон, какая-то вот, вот эта вот основа такая гладкая. Ничего я не зашкуривала и не рекомендую. Во-первых, это вы вдыхаете вот эти вот пыль вот эту. Потом эта пыль, она летает, вы начнете красить, она сядет на дверь. Поэтому не нужно, вы только наоборот навредите. Следующий момент с шпаклевкой. Значит, я все-таки, вот у меня вот эти две двери, эта дверь и дверь в детскую я перекрасила одним этапом. И наносила двумя этапами, потому что я не умела работать с валиком. То есть я не поняла, как с ним работать. Я уже привыкла, думаю, если что, вторым слоем, да, вот это. Но у меня пошел такой расход краски на второй слой. И я уже, у меня еще две двери. И я решила, а зачем? Если производитель не рекомендует, да, хочу, чтобы вторым слоем не наносить. Что я сделала? Я сделала одновременное тестирование. Одну дверь, которые у меня, из двух у меня остались, я делала уже с нанесением грунта, а другой без грунта. Думаю, посмотрю, где будет лучше и как лучше. Нанесла грунт. Во-первых, я его говорю, я неправильно распределила. И из-за этого начались проблемы. То есть, когда вы наносите грунт, я уже потом на обратной стороне уже поняла, как это наносить. Его нужно нанести идеально. Опять же, какой грунт выбрать? Я видео всякие посмотрела, порекомендовали грунт тоже художественный взять, так же, как вот и краски, да, специально. Вот я выбрала грунт в Леонардо, пошла. Грунт акриловый я в результате взяла. Он хорошо ложится на холст, бумагу, картон, дерево, ДСП, ТВП, пластмассу, стекло, ткань, камень, нержавеющий металл. То есть, на все. В принципе, он лег у меня хорошо. И если бы я правильно распределила грунт, то на грунт краска тоже хорошо у меня легла. Я ее хорошенько распределила. И была большая экономия краски. То есть, я видела, что на самом деле все равно грунтование мне помогло. Но в этом случае все равно вы работаете два раза. Вам нужно, чтобы он высох. Но этот где-то через час я начала накладывать. То есть, ну, грунт быстро сохнет. Но лучше, конечно, сутки ждать. Ну, по-разному рекомендуют. Здесь, кстати, вот не рекомендуют сколько по времени. Но он как высох. Я посмотрела, он высох через час. И я стала наносить. Но по времени, если вы подберете какой-то грунт, есть грунт, который вам сутки придется ждать. Это вот все, что вы сможете купить. Так вот, ровно, очень хорошо распределите грунт и накладывайте вторым слоем. Да, мне вдало это экономия. Но необходимости такой я не увидела. А уже последнюю, четвертую дверь я накладывала уже без грунта. Но я уже поняла, как валиком работать. Что нужно вот более интенсивно и промазать. И очень важный момент. Как раз, чтобы рассмотреть все вот эти вот нюансы, нужен хороший свет. Вот я сейчас снимаю у меня, благодаря тому, что я видеоблогер, у меня есть лампы специальные. У меня есть софтбоксы, видите, как ровно у меня нету теней. Это же не просто так. Так вот, они мне очень помогли в покраске. Потому что вот всю вот эту ровность я рассматриваю. Если у вас солнечный хороший день и вам все видно, вам повезло. Но если вы красите, у вас там пасмурно и так далее, то для того, чтобы идеально легла краска, нужно ее хорошенько подсвечивать, чтобы видеть все недостатки и прокрасы. Потому что на мокрой краске, когда вот она еще не высохла, ну, сложно это сделать. И какие-то вот такие вот мелочи останутся только потому, что у вас, ну, свет был плохой, и вы просто вот не заметили, что вот тут вот нужно вот поширкать-то. Грунтовку я сначала доносила кисточкой, потом распределяла аккуратно валиком. Вот так выглядит один нанесенный слой грунтовки. После этого я нанесла краску и поняла, что грунтовка очень толстая. Грунтовку я оставила на час, она полностью высохла. После этого начала наносить краску валиком и поняла, что она слишком толстая, ложится. И поэтому в следующую, другую сторону двери я уже старалась наносить более равномерно и старалась очень хорошо ее идеально размазать. Посмотрите, как у меня уже получилось. Ну, такой опыт уже приходит только во время работы. Вот, посмотрите, я вам даю для сравнения дверь, которую я красила одним слоем без грунтовки и дверь, которую я покрасила с грунтовкой. Вот такая вот фактура. Посмотрите, есть ли разница, стоит ли наносить грунт. Посмотрите все своими глазами и сделайте свой вывод. Когда я нанесла вот это, эта дверь получилась самая лучшая. Потому что, когда на грунт я накладываю, вот я провожу по двери, вот она другая структура, понимаете? То есть, вот даже и глазами я смотрю, я вижу, что это прогрунтованная дверь, потому что немножко вот эта поверхность, само прилегание краски, оно другое. Ну, вот другое, я не могу это объяснить. И камера, я пробовала снимать, она это не берет. Вот только глазками я это вижу и ручкой. И я такая стою, думаю, вот здесь бы я еще раз прошлась бы и покрасила. Понимаете? А тут четвертая дверь, на которой я все уже идеально проходила валиком. Я поняла, каким валиком лучше. Я поняла, что нужно просто, хорошо, знаете, в такую медитативную фазу войти и так с наслаждением вводить валиком. И она, вот эта дверь получилась самая идеальная. Без второй условия. Одним слоем правильно нанесено. То есть, вот хорошо все это сделано. И все отлично. Одним слоем, без лишних затрат. Меньше всего. Эмоций, затраты силы, страхов у меня уже не было. И все оно. Поэтому не нужно крутовать. Дверь прекрасно ложится. Даже на свет, на более темные. Более того, я после того, как покрасила, я стала красить рамки. Потому что думаю, ну они у меня тоже такого темного цвета. И я думаю, ну слишком темные. Тоже наложу грунт. И опять тоже я недовольна, как у меня получилась рамка. Потому что потерялась гладкость. Вот такая, понимаете? То есть, вот поверхность, ну не такая она. Вот этот грунт, он мне помешал. Понимаете? Он реально может помешать. Поэтому, что лучше сделать? Вот сейчас я, так как я только нашла эту краску, как я ее находила тоже, я в тестировании. Я не буду сейчас рассказывать. Но там, где я ее покупала, а так как это новые краски, то по ним только начинаются мастер-классы. Я не имела возможности их пройти. Но если у вас есть возможность, и у вас какие-то большие объемы, стоит пройти мастер-класс и посмотреть, как это сделать. Либо устроите сами тестирование и набейте руку. Не пожалеете. Она очень мало расходуется. Более того, по расходу краски, то есть по цене краски, ты сразу не понимаешь, что она настолько тонко ложится, что у нее расход в два раза меньше, чем у другой краски. Я делала расчет по краскам. Мне на четыре двери получалось где-то нужно два литра краски. Так вот, я на четыре двери истратила литр краски. Литр краски. И истратила бы меньше, если бы правильно первый раз я смогла ее нанести. Двери у меня вот эти две достаточно широкие. В туалет и в ванну более узкие. Я очень довольна, что я покрасила. Очень довольна. Понимаете, вот мне ничего не мозолит глаз. Теперь, когда у меня все перекрасилось, у меня чуть-чуть осталось краски. И я смотрю, и у меня начинают другие выпирать вещи, более мелкие, но на которые я смотрю и думаю, а может их тоже стоит перекрасить. Я, например, смотрю, потому что я два цвета подбирала, и второй цвет у меня подходит для коридора. Я такая думаю, может быть шкаф в коридоре перекрасить. Если это видео наберет тысячу лайков, я обязательно перекрашу шкаф, потому что у меня венги, я уже устала, утемняет, а это будет более такой цвет. Я понимаю, что это лучше будет. Ну, пожалуйста, подержите меня лайками, чтобы мне было легче это сделать. Я обязательно перекрашу. И на что я покушаю сейчас? Это перекраска принтера. Он пластиковый, черная, вот эта бородавка. Я на нее смотрю, думаю, ну вот в цвет двери я могу покрасить. Опять же, я вот сейчас, знаете, так думаю. А потом думаю, а может цвет полочек. То есть, они у меня синие. Одна голубая, другая такая более темно-синяя. Понимаете, что? Вот. Ой, ну в голубой цвет не попадешь. А серый универсальный. Ай, сколько мыслей. В общем, да, надо делать отдельное видео по подбору цветов. Сколько вот всяких нюансов в этом отношении. Я надеюсь, что я вам помогла, что мое видео было полезным. Смотрите всю серию, как я подбирала краски, тестировала другие краски. Посмотрите обязательно, потому что что-то подойдет вам под ваши нужды. Но если вот вы решили перекрашивать дверь, видите, сколько нюансов. И я очень рада, что я нашла эту красочку, которая устроила меня полностью. И под мои потребности она подошла. И я надеюсь, что вы тоже себе найдете. Ссылку, где эти красочки можно посмотреть, я оставлю внизу в описании. И обязательно посмотрите, позадавайте вопросы. Те, на которые касаются именно вас. Как она будет в другом цвете. Как работают светлые краски. Вот все. Потому что я думаю, что там вы найдете... У меня только один пример того, что я делала. А нужно посмотреть много примеров, которые подходят именно вам. Всем пока. Это Таня Матаня. Оставайтесь на моем канале. Не забудьте подписаться. А если вы смотрите другие видео, то сейчас будут заставки, где по ссылочкам на квадратики вы можете перейти на другие видео по покраске. Я их буду сейчас собирать. И вот здесь вот вверху, и иногда появляется, здесь тоже вы можете ссылочки эти увидеть. Либо пройти в описании. Видите, сколько способов. Выбирайте удобный для вас. Всем пока. Это Таня Матаня на канале Позитивный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok